так ну чё а тачка попадает кадр все нормально я в нем ребята всем привет меня зовут руслан и наконец-то мы сегодня разберем тему эконома мы сегодня находимся в гетто и посмотреть какая у нас локация я В целом я уже проделал путь через разные тарифы, и данная история будет о экономе, о том, возможно, какие документы нужны или какие не нужны, и как вообще можно взять машину в аренду, да, где ее взять, чтобы не обманули. И периодически мне прилетают вопросы в Инстаграме, и один из таких популярных вопросов, значит, это то, что нужно для того, чтобы взять машину в аренду. Нужна ли лицензия на человека, да, или какие-то еще там, какой-то набор документов, какие-то тесты, может быть, специальные. Вообще в целом ничего не нужно, то есть это очень просто, и практически любой прохожий, да, не имея никакого опыта вождения, может устроиться в такси и работать. Вот лицензия выдается на машину, не на человека. Тесты по желанию потом можно будет сдавать, но эконом – это тот вариант, в котором не нужно никаких тестов. Вообще ничего не нужно. Главное только желание, да, работать и зарабатывать. Есть один момент, значит, он связан с тем, что сейчас, может быть, ужесточили немного правила допуска, можно сказать, водителей, и теперь это могут быть только жители стран таможенного союза. Расскажу свою историю, как я начинал. Я работал еще в офисе, и по выходным я искал какую-то подработку. Я нашел для себя вариант в Яндекс.Такси, но я не смотрел какой-то информации, сколько можно заработать, как это можно сделать. Я нашел номер Яндекса, связался с ними, прошел авторизацию или верификацию документов своих, меня проверили, и скинули много разных вариантов телефонов, таксопарков. Я связался с ближайшим, жил тогда в Новокосино, это был, по-моему, QTaxi, приехал к ним, такая будет антиреклама. Там сидели ребята разных национальностей, сидели там матом ругались, да, семечки грызли. Я посидел с ним, поговорил там несколько минут, меня не устроило отношения к водителям, я встал и попрощался, и уехал. Следующий парк, в котором я появился, это был парк 369, это Ново-Владыкинский проезд 2, строение 2. Там много машин, вот, это крупный таксопарк, который имеет всякие еще филиалы в регионах, и с него, в принципе, я начал свой путь. Я у них брал машины по выходным, потом я начал брать, уже когда попал под сокращение, там, на целый месяц, да, и испробовал разные варианты машин, там, от эконома, допустим, до комфорта. И ниже будут контакты этого таксопарка, можете задавать им вопросы, у них для новых водителей хорошие условия, и аренда получается полторы тысячи в сутки. Полторы тысячи в сутка? Сутка? Ребятушки, сейчас уже крупные таксопарки начали ставить по требованию Яндекса камеры в свой салон. Для чего вообще это, наверное, нужно? Я точно эту тему не понял еще, но, наверное, это будет контроль спящих водителей, и, возможно, какие-то ситуации проблемные, которые там происходят. Я даже, там, с одним коллегой смотрел, то есть он зашел в приложение таксопарка, прошел фотоконтроль, и у него камера авторизовалась, то есть она загорелась, там, не как сейчас у меня красным горит, а зеленым. Давайте поближе посмотрим, что это за камера. Да, вот, то есть теперь такие камеры у нас появляются в салонах, кто-то уже, там, из коллег нервничает, говорит, что это уже, наверное, 8-часовой рабочей смене, там, и так далее. Но меня это особо не смущает, опять же, у меня у самого стоит в моей машине камера GoPro, да, под зеркалом, и, ну, в таких машинах уже появляется наклейка о том, что ведется видеонаблюдение. Фактически в нашем законодательстве, если даже есть GoPro у водителя в машине, он должен предупреждать каким-то образом клиентов о том, что ведется видеосъемка. Либо это наклейки, либо, ну, как бы, словами. Так, ребят, нашли точную информацию про эту камеру. Значит, специальная камера для мониторинга усталости водителя. То есть, по точкам лица она определяет... Тебе же сказали. Слышишь, ты что, позитивного смотришь, что ли? Да, 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 ты не понимаешь. Нашли точную информацию, ребят, про эту камеру. Значит, это специальная камера для определения усталости водителя. То есть, она по точкам лица видит, что, ну, как-то человек не в себе, что ли, и может, получается, заблокировать аккаунт пользователя. Вот, у меня, получается, все красным горит, она как будто бы меня не пропустила. Да, но работать я могу. Наверное, спустя время, как и контроль мониторинга скорости, это заработает нормально, и хоть как-то она будет определять. Да, и может быть, это будет к лучшему, мы увидим. Может быть, будет меньше аварии. Да, время покажет. Пока не будешь позитивным, все-таки? Сейчас, все, да. Ребят, несколько моментов, которые нужно еще сказать. Недавно теперь у нас вступило, как бы, в закон, можно сказать, что нужно делать фотоконтроль с короной, да, с лайтбоксом для того, чтобы получить золотую корону. Вот, если кто-то до сих пор не понял, в чем проблема, если пропала у кого-то золотая корона, обратите на это внимание. Может быть, кто-то эту новость пропустил. Следующий момент связан, что 16 марта будет также изменен фотоконтроль, и не должно быть никаких наклейок на заднем стекле. Или только наклейка с номером телефона Яндекса. Тоже об этом не забывайте. Здесь, ребят, поработав на разных тарифах, да, на разных машинах, я посмотрел примерно, где какие деньги есть. И, на самом деле, самым стабильным, самым живым всегда является эконом. То есть, здесь есть работа всегда, вне зависимости от времени года или сезона. И куда бы вы ни попали, заказы будут везде. Средний такой примерно показатель – это 500 рублей в час после вычеты комиссии Яндекса. Вот. Если у кого-то какие-то бывают проблемы с этим, можете писать там ниже в комментариях. Я подскажу, что надо делать, чтобы этого избежать. Что надо делать, чтобы этого избежать? Что именно беззвучно включить. Беззвучно включить, да. Ну и все, ребят, пора поработать. Давайте вперед на линию. В следующем выпуске я покажу тогда рабочий день, сколько можно в реальности работать и где нужно работать для этого. Get the fuck up, Long Isle. Get the fuck up, Worldwide. Get the fuck up.